Сегодня у меня на обзоре Индийский Леон, на оригинальном языке бичо. Нет, этот фильм не про бичей, как можно подумать. Называется он Скорпион. Привет, дружище, ты на канале Нормально Так. Начинается Индийский Леон с песен, то есть создатели решили нас сразу травмировать, даже не дав опомниться. Обычно песни где-то в середине фильма начинаются, а тут на тебе в рожу, на первых же минутах. Причем решили наказать нас Стасом Михайловым, но больнее всего, что это еще индийский Стас Михайлов. Это здесь так принято. Сначала снимают клип, а потом уже к нему фильм, и то по настроению. Шоу просто огонь, вот даже пожарные расчеты подвезли. Гулять так гулять решил главный герой и поперся в неизвестном направлении, на концерт Михайлова, судя по всему. Но партнер по бизнесу останавливает его в последний момент. Скорпиону поручают ликвидировать некого Харбанду, заказчик задолбался произносить его фамилию, и это при том, что заказчиком был логопед. Мы получили письмо по интернету, вас хотят убить. Вместо того, чтобы сказать, вас хотят убить, она такая, вас хотят убить. Может, это телефонные пранкеры? Да, ну как там с деньгами? Какие деньги? Которые я внес. Куда ты внес, придурок? В капитал прожиточного меню. Да нет, наверное, Морфев звонил. Я искал тебя, Нэм. За тобой идут, и я не знаю, что они задумали. Ну что, если... Пошел. Где именно вы находитесь? Где-где? В Харбанде. Люди, которые вам угрожали, едут за вами в машине. Скорпион под видом полицейского заманивает жертву. КОМОЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК. В поезде до него докапываются паспорту из Форт Боярд. Хочешь подраться со мной? Ну же, давай. На улице толпа избивает человека барабана. Всё его тело издают звуки бубна. А вот и Матильда. По-моему, старовато для 12-летней. Походу, Матильда на стероидах. Но вы ещё её 4-летнего брата не видели? Этот стероиды вообще половниками ест. У Скорпиона мощная дверь, как из бриллиантовой руки. Надо было ещё шваброй дверь попереть. А сам Джива увешан гранатами, как шахид-бомбист. Раньше у него была девушка по кличке Клаксон. Шумная такая. Я люблю тебя, Киран. Тебя любят. Да я люблю тебя! Со словами «Я твой рот затыкал» Скорпион заставляет её замолчать. Но стоило только отвернуться, она начинала петь повсюду, таская за собой балет Тодес. Ему тоже пришлось плясать. Традиция. Все танцевали, и я танцевал, оправдывался потом Джива. Будущему тестю то ли запах изо рта Скорпиона не понравился, то ли другая причина была, но решил он устроить Дживе краш-тесть. Мусарни по приказу тесте, его сестер обзывают элитными проститутками. Ваша мать предлагала ваших сестер на продаж. Он приходит в бешенство. Даже не зная, какое слово его больше обидело, элитные или проститутки, инспектора Скорпион впечатывает в стену. Ухи! 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 Но толпой менты выбивают из него понты. Коп они, как садовники. Сначала сажают, потом поливают, и получается в итоге груша. Но здесь хоть помыли, а то в деревне месяцами воду не дают. Кстати, о деревенских. Таких мудаков еще поискать. Забирай свою мать, пусть продает тебя в другом месте. Но они не знали, что у Дживы был тапок, которым он избивает кретина. Говорят, тапок этот он с самого Чака Норриса снял. Пусть негодяй спасибо скажет, что это были не кирзовые сапоги, в которых Джива всю армию прошел. А если бы он ему в ноздри и портянку засунул, бедолага вообще бы не выжил. Родные Скорпионы не выдерживают позора и самоубиваются в огне, как и девушка Джива, испытывающая чувство вины. За всю эту хрень он делает папе больно, свинцом прямо в отцовское гнездо. Здесь продажные купы заявляются папашей Матильды и делают последнее предупреждение. Так сказать, тревожный звоночек. Лавочник просит Матильду отнести Дживеу любимый напиток, видимо рассудив, что если она тёлка, то должна нести молоко. Но эта тёлка реально шумит, как стадо коров. Маленькая 30-летняя девочка, увидев Скорпиона, начинает истерить. Джива пытается успокоить Лялю шоколадом, но она всё ещё злится. Но самый злой здесь коррумпированный коп. Он забрасывается пилюлями от запора, и с ней происходит вот эта срань. А теперь посмотреть, как играет Гарри Олдмен, и как страдает от запора его копия. После бабушкиных таблеток в индийского легавого вселяются тысячи подъездных старушек. И с криками, проститутки, паразиты он расстреляет всю семью. Девушка плакивает близкого человека, хотя мне кажется, она плакивает свою актёрскую игру. Матильда говорит, что её зовут Киран. Джива вспоминает, что его девушку тоже звали Киран. И она тоже была истеричка. А ему как бы и нравятся такие стервы. В этом моменте в очках Скорпиона отражается чувак в белом. Оператор, наверное, думал, что он неотразим. Кто это там мечом кидается? Девара Джи, так зовут копа, поднимают по тревоге. Ему сообщают, что какая-то девка не заплатила за чипсы. И он летит через весь город, чтобы прибить бедную девчонку. Она выдаёт себя, хрустя на всю улицу. Её убивают, потому что это была последняя пачка лейс на всю Индию. Но если без шуток, Деврач её спутал Матильдой. У него уже давно глюки на почве бабушкиных пилюль. Босс. Босс. Матильда в это время уже сблизилась с Дживой. Ради неё он даже просит у индийского Тони 20 тысяч рупий. Это слишком много. Джива объясняет, что хочет интегрироваться в шоу-бизнес. Создать группу типа Потапа и Насти. Он давно заметил, что его внутренний Потап рвётся танцевать. А для этого нужны костюмы для клипов. Выезды на натурные съёмки. Балет Тодуш тоже бесплатно не работает. Тоня неохотно соглашается стать дробышем, то есть продюсером зарождающей группы. В это время Матильде пристаёт какой-то хохотун. Это малоизвестный попугайский язык. Смеха широко практикуется в Индии. Только местные ребята им владеют в совершенстве. Но Дживе не нравится, что у кого-то может быть лучший хохот. Да ты смеёшься, ты такой красивый. Когда и плохо, она всегда вспоминает его смех. Ей становится ещё хуже. Вы будете смеяться, но в это время в Индии проходит конкурс двойников Киркорова. Который в конце клипа должны телепортировать в Болгарию. Матильда тоже даёт свой концерт в парке развлечений. Её у попса так не нравится посетителю Тира, что он начинает стрелять в Бузову. Наверное, поклонник обиженного Давы. Нападают и фанаты Рока, ненавидящие попсу. Беглецы уезжают на своём лимузине. Им не вдобёк, что дальше парка этот лимузин не уедет. Думаете, почему фанаты Металлики не любят попсовиков? Последние даже стреляют под звуки фанеры. Но Деврадж шлёпает уже по-настоящему. Из-за своих пилюль он даже начал заговариваться со жмурами. Я всё правильно сделал. Эй, Иржан. 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 С того я и за***л. На работу пора. Джива открывает сезон охоты на Девраджа. Замаскировавшись под Сергея Светлакова, он шмаляет прямо по уродскому пельменю во время Капитанского. Зрители КВН разбегаются в рассыпную под песню «Снова в нашем зале». В нашем зале нет пустого места. Какая ирония. Из туалета Светлакова выходит уже в образе Бандераса, якобы для новой миниатюры, и растворяется в толпе, как не с кафе Голд. К парочке приходит продюсер и говорит, что зрители жалуются на индийскую Бузову. Ко мне пришли люди и заказали эту девушку. Заказчики типа готовы пока заплатить половину суммы, но им ответили, что мало половин, нужна вся сумма. Матильда идёт убивать злодея сама. Капитан команды КВН Мумбай с Кипс и остался жив благодаря непробиваемому животу. Спасибо фастфуду. Три раза подряд Деврадж открывает дверь, затем коп угрожает Матильде водяным пистолетом. Чтобы вы знали, худшего наказания для индийцев нет. Думайте, почему Дживу пытали водой? Матильда принесла с собой много оружия. Одно из них ёлочная игрушка в виде гранаты. А вот и Дед Мороз он подарочки принёс в виде свинцовых пуль. Деврадж обнюхивает Тони. В прошлой жизни он был полицейской ячейкой. По запаху мед определяет, что Тони и Джива сегодня встречались. Затем они приходят домой к нашей парочке. Матильду берут в плен и начинает с атака. Блин, ну почему у индийцев даже маски такие стрёмные дырки в носках сделали вперёд? По запаху мусора Джива определяет расположение центурионов. Он освобождает девочку и тут выясняется, что у квартиры была запасная дверь. Так сказать, ловушка для мента. Пока его избивали, девушка легко отстреливает спецназ в мастеров по индийским специям. Убивает их даже с закрытыми глазами. Джива выбрасывает копа на жёстких матах на мягкие маты. Тут начинается атака хищников. Диспетчер, да? Вызовите спецназ. Что? Мне нужен спецназ, немедленно. Простите, а эти кто были тогда? Эти кариглазые, так сказать, любители карри. Джива спускает Матильду по вентиляционной шахте, а сам превращается в мента, став оборотнем в погонах. Но Деврадж стреляет ему псину. Джива оставляет подарок от Матильды, и на фоне взрыва спецназ убегает в одних носочках. Так заканчивается фильм. Посмотрите другое моё видео Митхун Чакроборти в фильме «Карате». Если вам понравился обзор, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем добра!